да так как у нас 100 тысяч у нас нет времени на качественный монтаж дорогие зрители будете смотреть какую-то херню сегодня трешняк в общем как видео так и этот вообще на самом деле все это видео короче друзья всем привет приветствие должно быть другим но оно такое потому что у нас здесь есть легкое событие наконец-то у нас 100000 за что всем огромное спасибо а в частности еще надо спасибо сказать виталию с канала гараж к холка виталий еще раз большое спасибо что просто ускорили этот процесс а вот от интервью думаю вы не отвертитесь потому что есть желание неистовая показать людям правильно с технической точки зрения и рассказать что такое хорошо отремонтированный автомобиль и вот здесь вот мы с вами встретимся ну а сегодня ну нельзя сказать что трешняк потому что конкретный трешняк мы отсеиваем мы это видим еще на этапе фотографии скажем так а сегодня хорошо трешняк или что-то около трешникова по крайней мере те ситуации до которых машина дошла трешняк не всплыл абсолютно нигде то есть мы это выяснили лишь только тогда когда приехали уже непосредственно на место и так первый автомобиль мы имеем по битфаксу идеальную историю по карфаксу тоже история без дополнительных дтп мы по фотографиям видим что машина влупленная слегка только в лицо и все помятый бампер загнута крылок два крыла и передний капот стреляна торпеда хорошо больше никаких повреждений у автомобиля нет салон идеальные все хорошо а теперь едем смотреть фонда аккорд которая со стрелянной торпедой была крашена крыло меня на крашена дверь тоже крашена значит эта дверь задняя тоже крашена тут как бы ничего серьезного по этой двери не было и по водительской батон и банан тоже крашены передували крыша целая значит крыло это крашена задняя крышка багажника крашена шпаклевана крыло это крашена дверь крашена тоже тут ничего а вот лучше поклевана немного двери на арку проем не крашен салон кто-то захотел себе сделать а-ля типа кожаный заморочился салон перешивали вместе с торпедой это перешита друзья ладно перешита торпеда мы понимаем почему она перешита перешита на вследствие того что она была стреляна но зачем перешивать салон тот салон был в офигительном идеальном состоянии и вопрос где он остался открытым ну да ладно перешили и перешили наверное с целью того чтобы поднять стоимость этого автомобиля потому что кожа смотрится дорого-богато все это классно только там совсем не кожа а шкура молодого дермантина назовем так и пошита откровенно говоря ну так левой ногой как по мне предыдущий текстиль был намного лучше возможно его где-то там испахабили история уже про это умалчивает но пока смотрим дальше карта зацарапанная у нее все крашено кроме крыши крыло это меня на краску друзья для того чтобы было понятно вообще какой этот автомобиль имеет отношение к этому видео я поясню машина стоит 15000 долларов ну как бы сейчас вот на данный момент съемки только что посмотрел она стоит 13 300 и она еще продается это все равно овер дофига такая машина стоит от 11 до 16 но 16 это что-то в космос улетевшие вообще 11 15 стоит такой автомобиль так вот был бы у этой машины ценней хотя бы 11 с половиной был бы другой калинкор но здесь перекрашены все ценности у этого автомобиля нет салон перешитый и вот в догоночку к тому что приезжает с америки в каком состоянии мы имеем следующий автомобиль это джип это джип широкий парень его привез в украину практически одним из первых он ее купил очень дорого не хватало на ней переднего бампера было повреждено переднее левое крыло и все по фотографиям машина вот просто такая кукла слегка сделать и химчистку салона и на этом все а теперь смотрим что приехало этому парню джип широкий из нюансов двери все снимались и крутились и снятина крышка не снималась не крутилась багажника здесь треснулась поклевка друзья пока вы не начали писать комментарии о том что продавец который парень который продает этот автомобиль полное ничтожество и все остальное нет немножко не так парень по телефону изначально сказал что автомобиль имеет некие недостатки он это обозначил даже в объявлении прописал красавчик молодец умничка эта история другом эта история не плохом продавцы а эта история о том как был куплен идеальный автомобиль а по факту он далеко не идеален то есть вот история с америкой купи там по фотографии здесь получишь вот такой шикарный автомобиль она далеко не всегда работает и чем чаще мы сталкиваемся вот дальше вот honda accord предыдущий автомобиль та же самая история вот это и у нас есть еще десятки других но это такая показательная по которой видно что машина ладно смотрим дальше так здесь на дверях на задних тоже шпаклевка тесного вот здесь вмятины капот крашеный крыло тоже это передувалось она принципе частично бьется в норме это арочка бьется чуть чуть больше так бампер тоже крашеный жалюзи здесь тоже выбито стойка частично под шпаклевана крыло задней тоже крашена так дверь снимались задние передняя дверь тоже снималась крыло также снималась дверь значит уже начало коррадировать вот эти вот процессы уже все назад дороги нет она все начнет отваливаться сюда попадает вода она замерзает подрывает его и отваливается вот она шпаклевка тоже треснула заднее крыло шпаклевано проем целый здесь есть вмятина легкая шпаклевка бампер задний тоже крашеный есть вот такие вот нюансы либо там чего-то не хватает либо так по багажнику багажник в принципе целый ну такие следы отходят яхтархи ухты ёпты сколько литров 74 старовенны конечно здесь хорошо все крыло также крашеное начал уже облазить вот лак Дверь также крашена, шпаклевана, не пробивается. По салону подлокотник целый, здесь пятна на них, вот такие. Эти пятна тоже не выводятся на этих сиденьях? Вот тут зацарапано, пластик тоже зацарапанный. Пятна также есть на карте, пластик более-менее целый, кнопка, все, здесь вот есть мелкие царапины, машина не новая. Двери снимались, подкрашивались болты. Значит, салон, 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 салон весь в пятнах, как было и заявлено, они почему-то не отмываются, не оттираются, вот так, как есть. Такой потолок. Здесь сломана одна жалюзь. Разрез тут уже. И по-хорошему тут салон надо здесь менять, ну и все. Салон, тут дверь, блин, я даже не знаю. Работы хватает. Крыша целая. Так, крутились, снимались. Это сидушки. Одна, да. Ручка, так, дружки, позатертая. Руль. Кожаный. Так, радиатор кондиционера. Согнут, побит. Значит, пластик. На хомутах. Вон хомут. Так, этот пятак подваривался. Вон он. Алюминиевый. Фара эта паянная. Вот эта. Там, вон, видно следы пайки. Чем это? Вон она. Вон паянная фара. Так, но фара оригинал. Вот эта. Вот эта. Ну, тут даже видно, что на блоке нет ни даты, ничего, ни наклейки. Я говорю, есть. У меня есть та оригинал, но в ней разбитое стекло. На полностью рабочем состоянии просто стекло разбитое. А в 2018 году еще не привозили, пока так, чтобы их сделали. Тоже вот на стяжках. Пластик. Был когда-то разломан. Вентилятор. Что-то шумит. Прокладка недавно менялась. Вот на бат. Прокладка клапанной крышки. Вот все. Угу. За всеми колечками. Так. Почему масло здесь? Могли заколы заливать. Да ну, куда ж они вылили. Что мы имеем? Парень хотел себе хороший автомобиль. Не пожалел денег. Там его купил дорого. Кстати, по стечению обстоятельств автомобиль принадлежал девочке Лене в Америке. И для своей супруги Елены этот автомобиль он и привез. Но получилось так, что машина получилась перешпаклеванная. Это уже с Американкой приехала. Плюс салон. Засраны не пойми чем. Да, по фотографиям видно, что машина типа чуть-чуть такая не очень химчистка уберет. Так вот, ездила на несколько химчисток. И ни одна химчистка ему не помогла. Непонятно, чем засран салон. Но имеем такой факт. Вот до такого состояния довела девочка Елена автомобиль, которая ездила на нем в Америке. Зато у нее руль в стразиках. Это я к чему все рассказываю. Я категорически против того, чтобы покупать автомобили в Америке, несмотря на них. Да, понятное дело, что есть кто-то, кто покупает, кто смотрит. Но основная масса 97% людей покупают автомобили по фотографиям. Получаем по фотографиям вот такие вот машины. И да, Carfax у нее классный, чистый машина. Вся ровненькая машина, вся идеальная. Нигде ничего не видно. То ли они там их лупят и делают втихаря скрыто. То ли еще что-то, я не знаю. Но в последнее время все чаще и чаще попадаются автомобили вот с такими скрытыми дефектами, которых в принципе не видно по Carfax. А если придет человек, который непонимающий, открывает, то вроде бы все хорошо, вроде бы все нормально. А машина слеплена из глины, ну грубо говоря из шпаклевки, что не есть хорошо. Друзья, следующий автомобиль это коммерческий транспорт. Мы имеем Peugeot, Peugeot Boxer. Этот Peugeot Boxer 2018 года. И, казалось бы, всего лишь за 4 года он имеет 134 волшебных тысячи километров. Это подарок судьбы для любого предпринимателя. Отхватить такой автомобиль всего лишь за 14 тысяч долларов. Ну, подарок судьбы. Ну, если честно, я-то понимаю, что там 300 как за здрасте. Но, тем не менее, все равно мы звоним продавцу для уточнения моментов. Алло, здравствуйте, мы компания Одинавто. Мы хотим узнать историю про этот автомобиль. Друзья, там история настолько чистая, что вы сами удивитесь. Ну, раз такая ситуация, то тут не сложно и в хуст проехать. Так, холодный пуск. Пару раз зажигания, чтоб... А, кум сел, да? У這樣. Это есть дрючок, я по стартеру постучать. Друзья, иногда действительно бывает, ну как иногда, когда у автомобиля большой пробег, действительно бывает такое, что стартер заливает. Дело в том, что там такие медные пятаки, из-за того, что он слишком часто его мучает, они изнашиваются и он залипает. Эд помогает постучать по нему молотком или еще чем-нибудь таким тяжеленьким и оно отходит на какое-то время. Но здесь у автомобиля всего лишь 134 тысячи километров. Смотрим дальше. Так, боксер у нас завелся, нормально работает, прогревается. Ну, пройдемся по машине, по кузову. Включил обогрев стекла, что-то он не обогревает. Все во льду, в корке. Ну, и так понятно, что вот есть сколы на капоте до металла. Вот тут до грунта скольчик такой. Капот не снимался. Рама целая. Труба, кстати, без копоти. Ну, не закоксованная. А он, кстати, тут ТНВД немного сопливит. Так, тут все порядок. Тут все на местах. Сейчас еще толщиномером пройдусь, конечно. Но пусть немного прогреется. Так, вот скол до металла. Пластиковый вот этот... Ну, как этот, обтекатель. То есть, по нему такие трещины. Тут установлен нормально. Герметик нигде не полез. Вот тут такие есть трещины, заломы. По порогу есть тоже сколы до металла. Но тут же шоцинковка шикарная. Поэтому с ней ничего не происходит. Вот это мятина от ремня. Двери не откручивались. Борт задний тоже целый. Тоже они еще не откручивали. Друзья, а вот здесь вот важный момент. Вот открытый бардачок. В нем лежат документы. Запомните этот момент. Он станет решающим в этом подборе. Короче, пока продавец пошел общаться с шефом. Спросить разрешения почитать машину. Не разрешают подключиться. Хотя по телефону говорят совсем другое. Что будики, переверки. Тут треснуло сиденье. Сломанный пластик. Вот тут защелка сломана. Руль так... Ну, подзапилен. Мягко говоря, нормально так погрызан. Вот тут стерто до металла. Вот стерто до металла. Вот здесь вот внутри лампочка. Она поплавилась. Короче, тут надо поменять. Тут что-то оплавилось, что-то не работает. И выцвела тут, стерлась отражающая часть зеркала. Стекла тоже завод. Завод. Что, не знаю, где на нее еще посмотреть, если они отказываются ее показывать. Блин. Бардачок закрыл с документами. Понятно все. Бардачок закрылся. Бачу, может, тут шасси. Ой, как нехорошо получается. Я в шоке. Смотрите, 20-й год. 06-й месяц 485 тысяч. 21-й, 04-й 580 тысяч. Что-то дальше продолжаем. 580 тысяч. Практически год назад у этого автомобиля было уже 600 тысяч километров. Ну, понятное дело, что он еще какое-то время катался. И еще соточку за этот год он накатал. Вот, как за здрасте. Даже к бабке не ходи. Итого понимаем, что у этого автомобиля приблизительно около 700 тысяч километров. Так вот, теперь вопрос морально-этический. Одно дело смотать 200 тысяч. Ну, как я предположил, 200. А другое дело смотать практически 600. Ну, как бы просто охренели. И вот в таком раскладе нам уже все равно. Разрешат нам подключиться? Не разрешат? Увидим мы там пробег? Не увидим. Друзья, эта машина выкатана. На ней надо уже ставить просто большой жирный крест. Вот так вот ездить автомобили. А на самом деле, вот такие машины их же покупают. Покупают, катают, 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 дальше и катают. Ладно, не буду я загоняться. Друзья, дальше история американского автомобиля, но с грузинскими корнями. Грузия очень интересная страна, дочень гостеприимной грузины. Большой вам привет. Ну, в хорошем смысле этого слова. Но ситуация с ремонтом автомобиля, с учетом того, что там демпингуют с ремонтом настолько, и все, там невыгодно делать хороший ремонт. Потому что сделаешь хороший ремонт, не получится маржин автомобиля. Потому что надо машину быстренько продать. А для того, чтобы ее быстренько продать, надо поставить небольшую цену. Для того, чтобы поставить небольшую цену, надо сделать дешевый ремонт. Сделать дешевый ремонт, это слепить как-то. Из 18 пистонов, которые должны быть, вешают 7. Короче, нюансов много. Так вот, про что я. Следующий Тигуан грузинский. Надо отдать должное тому, что машину мы смотрели, мы ее не выбирали. То есть парень за нее уже выдал задаток и так. Парни, на всякий случай посмотрите. Потому что машина классная, мне все нравится, но мало ли, вдруг я чего-то не вижу. Смотрим. Машина с Грузии пришла. Машина с Грузии, я работала ее в Грузии. В Грузии делала, да? Так, Тигуанчик. С виду, очень даже ничего. В принципе, зазорчики. Более-менее норм. Здесь немножко отходит, но это не критично. Накладка тоже отходит немножко. Не критично. Бампер задний тоже не в зазоре немножко, но не критично. Машинка делала в Грузии. Бампер тоже красился задний. Так вот, все прилично, все хорошо. Это ухо рехтовали. Выравнивали. Красили. Это ухо меняли. По ремонту. Тут завернуто. Отслоилось. По крылкам крепление фары. Перепаковывали. Проводку жгут. Тоже не критично. Так, здесь полка крыла. В принципе, тоже тут нормально. Есть эпицентр, тут присутствуют хомуты. Эпицентр, проводка подтянута. Тоже не критично. Идем дальше. Здесь та же ситуация. Герметик отошел. Здесь, как бы, все, типа, как все хорошо. Но жопа мира вот здесь вот. Лонжерон отошел от основания. Как-то так. Видно тут сварки. Что-то пилили. Что-то делали. Ну, короче, я эту машину уже не рекомендую. Смотрим дальше? Да. Да? То есть вас не смущает это, что лонжерон отошел? Лонжерон, в смысле, лонжерон. Да есть там пока, видно. 3D-геометрия кузова. Что 3D? Причем есть 3D? Я говорю не про 3D. Вон, ваш, т.е. Торец. Для тех, кто не понимает, что случилось, силовая конструкция, она... Блин, где лист бумаги? Нет. Тут доска не поможет. Тут поможет... Сейчас мы слепим некое подобие какой-то конструкции, чтобы хотя бы было понятно, о чем я говорю. То есть вот есть, грубо говоря, ну вот так, наверное, в эту сторону выгнем. Короче, приблизительно так. Короче, чтобы было понятно, я попробую вот так объяснить. Вот силовая конструкция. Это цельнометаллическая часть. Когда получается, что она идет вот так, и висит она на вот этих соплях, а вот здесь не разваливается только потому, что тут крылья накручены, то, друзья, при ударе вот эта штука, она просто разойдется от того, что вы в яму где-то попадете. Про какую-то жесткость кузова здесь вообще речь не идет. Какой-то вообще компот. Вот крепление от подушки тоже. Это крашен лонжерон. Крепление от подушки тоже отошел. И там погнутый, его рихтовали. Он этот край от... Да, 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 да. А он отошел. Самое больно, очень больно, это вот там. Вот бампер самореза приключен. Видно? А там должна быть клейкша, да? Ну, тут даже не бампер, а вот это, наверное, оба, да, которые идет по краю. Приключит. Вот так вот. Как бы грузины ремонтируют машины. Там вырезано кусок крыла. На саморезы приключены. Вот там вот эта вставка-то бакалавра не стоит. Да, нет, ну смотрим дальше, но я ее не рекомендую. Подушка отошла. Так, здесь петли вот так вот их подкрасили. Крыло тоже вот здесь подкапанное. Балты тоже подкрашенные. Корпус лопнут. Немножко накладка отходит, не критично. Здесь вот колхоз по-грузински называется. Дверь тоже крашеная. Шпаклевки по двери я не вижу. Но перебутая. Видно переход. Короче, сделали плохо. Ну, как в Грузии, короче. Ремонтируют машины. Это стойки. Стойка подкрашивалась. Бампер не в зазоре стоит. Бампер красился. Резинки стоят не на месте. Еще их снимали. Потолок с правой стороны. Деформация есть. Дверь накрашенная. А выглядит, что накрашенная, да? со шпаклевочкой. Пластик подклеивали. Пистонов, скорее всего, нету, потому что клей есть. 500, 700, 500, 500, 800, 800, 800, 1400, 1400, Две со шпаклевки большая нижняя часть. Здесь вот кусок нижней шпаклевки. сейчас на двери, на ручке двери есть. Крыло с дверью тоже не в зазоре стоит. Фару здесь склеили, подклеивали. Короче, хлам. В общем, грузинский ремонт, все хорошо. И очень печальное то, что люди, когда вот выбирают себе автомобиль, они просто этого не видят, они не обращают на это внимания. Да, смотришь по зазорам, вроде бы все классно. Да, смотришь на лонжерон, да, он там есть. А то, что он оторванный от кузова, ну, как-то не понимают люди, как оно должно выглядеть. Да, если бы он видел там десяток машин в день, он бы сразу понял, что, эй, блин, надо бежать от этого автомобиля. Но человек, который этого не видит, не знает, не понимает, ну, к сожалению, вот минус того, что выбрал машину, дал за нее задаток, уже хочет ехать и оформлять, но пусть лучше он потеряет задаток, нежели он купит себе вот такое вот чудо. Друзья, нас наконец-то сто тысяч. Я точно помню, что когда было 70, я обещал, что когда будет 100, будет розыгрыш десяти подборов автомобилей. Так вот, он будет уже на днях в инстаграме, расскажем как, значит, обязательное условие. Поделиться вот этим видео, быть подписанным на наш ютуб канал, быть подписанным на наш инстаграм канал и на следующем, на следующей неделе уже будет розыгрыш в прямом эфире, рандомно, я еще не понимаю как, но каким-то рандомайзером, по-моему, так это называется, будет сказано. Все, друзья, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца, я это очень ценю. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока, ну, а я наконец-то пойду выпью вкусного пива. Мыша, пива я не пил уже два года, я как-то по синьке сказал. Я как-то по пьянке сказал, что до 100 тысяч пить не буду, это было несколько лет назад, когда там было 20 с чем-то тысяч, и вот возраст с 20 до 100 я алкоголя не употреблял вообще, не потому что я в завязке, а потому что, ну вот как-то так по пьянке сказал. Так вот, весь офис, уже ждет попойку. Все, пошли бухать. Да, дети вырастут, будут кататься на моноколесах, но уже пора открывать подбор моноколес. Друзья, большое спасибо, что... Розы, Граш, и что 100 тысяч? У меня была построена мысль, как ее хорошо сказать, подать, теперь я ничего не понимаю. 100 тысяч, и что 100 тысяч? Ну, прямой эфир, блин, настолько камер мы, что прямой эфир не сделаем.